В рамках республиканской профилактической акции «Беспечный Новый год» сопрационники Гомельского областного управления МНС на практике продемонстрировали, до чего может привести гребывание правилами техники и безопасности при использовании петард. Убаченное не покинуло равнодушным ни одного журналиста, который принимал удел в эксперименте. Не стал выключением и наш корреспондент Олег Синцеров. Вокруг, в использовании петард в Беларуси по решениям закону не заявляется, но только в том случае, когда происходит в соответствии с потребителями техники безопасности и не уявляет погрозы для здоровья людей. Непосредственно в Гомелье реализации петард на протяжении года официально занимается порядка четырех предпринимательников. На передании света их количество может увеличить самолет двоя. Прорушать потребления, которые предъявляются до реализации пиротехники, они, конечно, не рискуют штрафы, в таком случае, ведь мы высокие, а тому товар тут за счет и сертификованный. Вся продукция у нас закупается только на законных основаниях, вся по накладным, сертификаты качества, лабораторные испытания. Обязательно мы проводим инструктаж с каждым клиентом. Разом с ним, навсегда официально набитые петарды могут уявлять погрозу для здоровья. Термичные опеки вачей, рваные раны твара и рук, закрытые черепно-мозговые травмы. При использовании пиротехники строгое выполнение инструкции – обовязковая умова. Необходимо жестко закрепить конструкцию пиротехнического изделия и в соответствии с инструкцией уже пробовать приводить в действие. Если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае в течение 20 минут к нему не подходить и повторно категорически запрещено поджигать это изделие. Дальше можно привести неправильное выкраснение петард. Супрацовники областного управления Министерства по незвучайных ситуациях демонструируют на манекене, якому журналисту дали мянушку кеша. Сгодно с программой эксперименту, первая петарда находится в кеше у руце. Вельми твердая пластмасса, за какой изрубленный манекен, выбух у петарды не вытремливая пальцы кеша, летающие на отдыхлость до 15 метров. Прикладно такий выник будет при выкраснении петарды реальным человеком. Еще один эксперимент. Петарда взрывается о купюшоне куртки, у якого пронута манекен. У баченая так само ураживая, оденья горит, а на спине рана, якая для живого человека может означать тяжкую травму позвоночника. До речи, сегодня при выкраснении пиротехники у Беларуси потерпели уже 34 человеки, 11 зеких дети. У вынику эксперимента манекен кеша заставший без рук, частково без волос и звеньми в великой раны в спине. О реальном житии человек с такими травмами, будя як минимум инвалидом. Олег Синчаров, Валерий Хабанько, телерадио компания «Гомель».